Если мы читаем наших генералов, допустим, генерал-полковник Сандалов, он описывает Брестской крепости четырёхъярусные нары, четырёхъярусные, забитые солдатами и гонят всё новые и новые и новые войска туда. В результате присоединения западных земель старая укреплённая граница Советского Союза осталась в сотнях километрах позади. В Прибалтике, в Западной Белоруссии, в Закарпатье, в Молдавии части Красной Армии оказались уязвимыми перед возможным ударом. И с конца 40-го года начали строить, укреплять границу. И вот мы летали около границы, марта, апрель, май 41-го года. Повозки шли, везли в строительные материалы для укрепления границы. Снимали со старых укреплений оружие. Артиллерию и пулемёт, орудий и пулемёт. И переносили в новые укрепления. Но эту, к началу вторжения немцев, к юниту, не успели и эту задачу решить. Действительно, создать новые оборонительные рубежи Красная Армия не успела. Однако почему-то нашла время создать мощный наступательный плацдарм. Построить у самой границы огромное количество аэродромов и складов боеприпасов. Что позднее немало удивит вторгнувшихся на советскую территорию немцев. Например, этого офицера Люфтваффе. Это было невероятно. Перед нами лежало огромное количество оружия и боеприпасов. То, что собирался сделать Сталин, было совершенно очевидно. Если бы мы высадились в Англии, он напал бы на нас сзади. И это было бы катастрофой. Разумеется, советские военачальники прекрасно осознавали опасность такого размещения войск, аэродромов и складов в непосредственной близости от границы. Этот кабинет наркома обороны Советского Союза перед войной занимал маршал Тимошенко. Под его руководством в присутствии Сталина в конце декабря 1940 года, сразу после получения первых донесений разведки о плане Барбаросса, состоялась так называемая военно-стратегическая игра. Крупнейшие советские военачальники на картах моделировали ситуацию нападения Германии на Советский Союз. Жуков, который потом тоже станет хозяином этого кабинета, но гораздо позже, в 1955-м, тогда, в декабре 1940-го, январе 1941-го, действовал за противника. И уже в первые часы прорвал линию обороны и вышел глубоко в тыл Красной Армии. Тем самым, Жуков доказал, что в случае нападения на Советский Союз, войска, расположенные вплотную к границе, не только не сумеют, не успеют перейти во встречное наступление, но даже не удержат оборону. Но на Жукова махнули рукой, уже было поздно, конечно, переносить линию этих укреплений непосредственно с границы вглубь страны. Нет, тут что-то не клеится. Военачальники приходят к заключению, что наша оборона никуда не годится, и какие делаются выводы? Никаких, якобы, уже поздно что-то менять. Интересно, в феврале 1941-го Сталин назначает начальником генштаба Жукова. Жукова, доказавшего несостоятельность советской обороны. И что же? Казалось бы, тут что-то должно измениться? Нет. И после назначения Жукова войска продолжают стягиваться к самой границе. Версия о том, что Сталин готовился к отражению агрессии, явно не выдерживает критики. А вот если Сталин планировал начать войну первым, готовил наступательную операцию, вот тут все сразу встает на свои места. Германия увязла в войне с Англией. Сталин посчитал благоприятную обстановку для подготовки упреждающего удара. И последний оперативный план оборонительного характера о подготовке войны на западе с Германией и подготовке войны на востоке с Японии был представлен 11 марта 1941 года. Все. Это последний так называемый оборонительный план. Над чем же тогда, весной 1941-го, работали по 15-17 часов в сутки офицеры и генералы генштаба, о чем дружно пишут в своих воспоминаниях Жуков, Василевский, Баграмян, Соколовский, Штеменко и другие блестящие стратеги, выдающиеся военачальники, как потом доказала война. Генштаб работал над планом Гром, планом нападения на Германию. Он был готов в рекордно короткие сроки, всего за три месяца. Впервые Сталин открыто говорит о предстоящей войне с Германией 5 мая перед выпускниками военных академий. Среди них был и будущий генерал армии Лященко. Он в концовке так и сказал, что товарищи, учитывая все вот эти обстоятельства, которые у нас слагаются с Германией, это характеризует то, что война неизбежная. Повернулся он лицом назад к товарищу Молотову и сказал, что если товарищ Молотов и аппарат МИД сумеют оттянуть войну на 2-3 месяца, это было 5 мая, то это наше счастье. Вы поезжайте в войска и принимайте меры к тому, чтобы поднять боевую готовность наших вооруженных сил и нашу страну. Сегодня уже известно, что 15 мая 41-го года Жуков и Тимошенко докладывали Сталину подготовленный Генштабом план нападения на Германию. Тот самый план Гром. Начало военных действий состоял в следующем. Основной удар на насилие войска Юго-Западного фронта в направлении Краков-Катовицы. Вспомогательный удар на насилие войска левого крыла Западного фронта в направлении на Варшаву. На 30-й день войны войска должны были выйти в центр Германии и затем повернуть на север и отсечь территорию бывшей Польши и Восточной Пруссии. Остатки немецких войск подтолкнуть в лапы британского льва. План не подписан Сталином, что дает возможность противникам версии о подготовке советского нападения на нацистскую Германию утверждать, что это был всего-навсего один из проектов, который так и остался на бумаге. Сталин очень редко подписывал документы. Преступники обычно не оставляют следов, заметают следов, тем более документальных следов. Мне хотелось бы подчеркнуть, что разбираемый мной план, он был не только на бумаге, он был действующим. Я цитирую. Первое. Произвести скрытое мобилизование войск под видом учебных сборов запаса. С конца мая 1941 года начался призыв 793 тысяч человек под видом прохождения больших учебных сборов. Скрыто сосредоточить авиации на полевые аэродромы из отдаленных округов и теперь же начать развертывать авиационный тыл. С середины июня, только из-за Байкалия и с Дальнего Востока, началось перебазирование в европейскую часть нескольких авиационных соединений. Ну, можно примеры продолжить. Итак, внезапности нападения не было. Сталин просто не успел развернуть свои войска в наступательный порядок и нанести удар первым. 47 тысяч вагонов с военными грузами находились в пути возле западных границ. То есть Красная Армия двинулась и вот в пути, в самый последний момент, когда она шла уже к границам, ее застали. В то время всем уже было ясно, что следующая война будет войной бронетанковых войск. А мы со школьной скамьи помним, что Красная Армия встретила войну плохо вооруженной. О слабости Красной Армии писались книги, снимались фильмы, чего стоят хотя бы вот эти кадры из знаменитого фильма «Живые и мертвые».